Всем привет дорогие друзья! Вы на канале IT-Doktor. Сегодня мы будем создавать модальное окно с помощью CSS и JavaScript. Будет выглядеть оно у нас вот таким вот образом. И здесь у нас работает отключение окна по нажатию на пространстве свободном, либо же по кнопке регистрации она тоже будет у нас закрываться. Пока что действия с регистрацией у нас не выполняются, но когда мы будем изучать базу данных, мы обязательно это будем делать. И сразу хочу сказать, что здесь у нас в основном используется CSS. JavaScript мы напишем всего лишь одну функцию, поэтому тут очень все элементарно. И мы не будем использовать никаких jQuery, никаких Bootstrap. Все будем делать своими руками, не используя никаких сторонних плагинов для этого. Предлагаю вам сразу же скачать готовый проект с этой формой, но когда она у нас еще была без модального окна. Либо же, если вы смотрели этот урок, то у вас должна была остаться такая вот форма. Или просто перейдите сейчас и посмотрите это видео, как сделать такую форму, если не знаете. В принципе, здесь нам сейчас не важно, какая у вас форма. Можете быстренько набросать любую заготовочку с парой инпутов и кнопкой. И этого будет достаточно. Но здесь я для того, чтобы все было красиво, использую то, что мы уже ранее писали. Ссылка будет рядом и также в описании. И теперь давайте начнем. У нас сейчас есть вот такая вот форма. Мы ее взяли из предыдущих наших видео уроков. В папке у нас содержатся вот такие файлы. Картинка, HTML и CSS файл. Оставим здесь у нас в браузере открытую. И откроем весь этот проект в нашем любимом редакторе. Итак, давайте для начала мы сейчас создадим здесь файл. Назовем его modal.js. И сразу же его подключим в HTML. Вот здесь вот в конце, там где body у нас закрывается. Сделаем скрипт, подключим его. И теперь у нас все скрипты из этого файла будут работать. Также сейчас мы создадим здесь tag.div с идентификатором, modal.form, например. И в него мы поместим всю нашу форму для того, чтобы мы могли управлять удобно. И все это скрывать, когда нам будет нужно. Сейчас я все это выровняю дело. И у нас теперь все выглядит отлично. Также нам нужно здесь добавить кнопку, чтобы мы могли окно включать. Вы можете делать любую кнопку. Например, кнопка регистрация. Вы нажимаете по нее и окно появляется. Я здесь сейчас просто создам кнопку модальное окно. Button. Модальное окно. Никаких идентификаторов ей не нужно. Сейчас посмотрим. Вот у нас уже кнопка появилась. Здесь форма, здесь стоит. И, конечно же, здесь мы быстро изменим. Теперь нам нужно создать что-то вроде фильтра. Для того, чтобы у нас появлялась такая вот черная прозрачная пленка. Когда мы будем нажимать на эту кнопку и мы ничего не сможем делать сзади. Поэтому сейчас мы создадим div. Так и назовем его идентификатор фильтр. И сохраним. Теперь в стилях нам нужно добавить два новых стиля. Model form. И, конечно же, наш фильтр. Давайте мы сейчас сделаем следующее. Для начала мы выставим background color. Поставим его rgba. Сделаем здесь 0.6. Вот так вот. И посмотрим, что у нас сейчас получается. Пока что ничего. Нам нужно добавить здесь position fixed. И теперь мы сделаем top 0. Right 0. Left 0. И bottom 0. Сохраним. Вот теперь мы уже видим нашу черную пленочку. И с помощью нее мы скрываем то, что у нас сзади. И видите, у нас ничего не происходит, так как она у нас стоит выше всего. Давайте добавим здесь z-index. Пусть будет 100. И, конечно же, нам нужен display none для того, чтобы скрыть этот фильтр. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Сейчас мы не видим наш фильтр. Теперь напишем для нашей формы некоторые стили. Давайте сделаем здесь также display none, z-index и position filter. Все вот эти стили скопируем. z-index поставим больше, так как нам нужно, чтобы форма была выше. А все остальное у нас останется так же. И вот здесь вот у формы у нас были раньше такие стили. Мы можем их сейчас скопировать отсюда. И вставить вот сюда, для того, чтобы они у нас применились к этому модальному окну нашему. И смотрите теперь, что мы сейчас видим. У нас форма тоже исчезла. Все нормально, так и должно быть. Теперь для того, чтобы все выглядело красиво, я выставлю нашу кнопку по центру. Баттон переместим вот сюда в тег-центр. Отлично. Теперь нам нужно сделать, чтобы это все у нас заработало. По нажатию на кнопки должно появляться у нас окно. А по нажатию на свободное черное пространство у нас должно окно закрываться. И смотрите, что мы для этого будем делать. Вот здесь вот мы напишем сейчас функцию. Давайте сделаем ее название show равно function. И здесь у нас будет один аргумент state. То есть состояние. Функция у нас будет универсальная. И смотрите, что мы здесь пишем. Мы пишем document. getElementById. Здесь указываем. Пишем style. Display. И пишем нашу переменную state, которую мы будем получать из аргумента. И ставим точку запятой. Теперь мы это скопируем. И вот здесь в кавычках нам нужно указать идентификатор. Нам нужно будет нашу форму скрывать. То есть мы сейчас возьмем вот этот идентификатор. Вставим его сюда. И наш фильтр, который будет у нас с прозрачным черным фоном. Вот так вот. И на этом наша функция полностью готова. Смотрите, как она будет работать. Мы будем указывать сюда аргумент. Например, non, либо же block. И в зависимости от этого нашему идентификатору model form и фильтр будет устанавливаться значение display в блок, либо в non. То есть оно будет либо скрываться, либо появляться. И таким вот очень простым образом мы сейчас создадим всю работоспособность. Теперь смотрите, что нам нужно сделать. Первым делом по нажатию на вот эту вот кнопку у нас. On click. Указываем show. В скобках указываем нам нужно показать. Поэтому мы пишем блок. И в одинарных кавычках обязательно. Вот таким вот образом. Теперь давайте скопируем это. И для нашего фильтра сделаем здесь non. То есть нам нужно будет скрыть. И сохраним. Теперь давайте обновим страницу. Нажимаем. У нас появляется наше окно. Нажимаем на любое пространство. Вот здесь вот по бокам снизу. Оно у нас исчезает. Кнопка регистрации также закрывает у нас окно. Там мы ничего не указывали. Но это стандартно так происходит. Также мы видим здесь у нас прозрачность. Ее мы можем убрать. Убрать вот этот вот курсор с вопросительным знаком. Если нам это необходимо. И придать форме необходимую красоту. И вот здесь вот укажем RGB. Уберем прозрачность. Взглянем что у нас получается. И сейчас мы видим что у нас все отлично. Все у нас прекраснейшим образом работает. И смотрите как просто и быстро мы сделали такое вот модальное окно. Всего лишь одной функции. Мы ее вызываем по одному единственному событию onclick. И в зависимости от того где мы нажимаем. Мы передаем либо нон либо блок. И тем самым у нас либо скрывается наше окно. Либо показывается. Также мы создали вот такой вот фильтр. И это все у нас очень красиво выглядит. Поэтому применяйте у себя на сайтах. Делайте модальные окна. Придумывайте какие-то новые дополнения. Усовершенствуйте этот скрипт. И я надеюсь это видео было вам полезно. Обязательно подписывайтесь на канал. Мы будем делать еще много интересных вещей. Ставьте лайки. И до скорых встреч в новых видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!